Вы слышите Лёшу Халецкого и это ФФА-сериал Аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Сидмерс Цивилизейшн 5. Карта Пангея и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. О, мне коняшку подарили. Ниндзя, чудо, чтобы я твой караван не грабил. Ниндзя-суицидник. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я, чтобы договориться, ниндзя. Ну? На тебе. Короче, Реал, я уже воюю с Ниндзей. Ура! Я ему же караван разграбил, сейчас буду соли грабить. Класс. Забавно выходит, короче. Ниндзя там забрал Ацтека. не я его не заберу точно тут у нас про я ему только погодить могу погодить тоже приятная да согласен так наверно надо перекинуть этого мечника в тонгу тут его лазучки конечно лазит везде меня спарта уже в два раза больше столь не так капец просто но на тебе еще а ну брысь мне нравится реал что ты с оптимизмом просто просто эту войнушку надо видеть я вам тут чешки блин попросил не наращивать армию чё опять началось просто это чистый разгром просто сидом до сих пор мой союзник и вообще как бы не строю я походу буду всю игру это страдать а ты не хочешь с греком помириться нет нет игра тоже полна восьмерых когда вы на овале играли по моему видите да запротивлялся там вот меня походу ждет там заостриться был вот меня повреждет то же самое чисто до конца игры дайте я хоть амбар в коринфе построю для приличия такой столь на поцарапал слегка и отступил что мне это не выгодно мы чуть-чуть разменялись весело живем кто-нибудь заберите немцы с той стороны он для жить не дает я стою не так ты должен был сдаться я забрал этого мы греки так легко не сдаемся иначе наша цивилизация бы столько не зала всем я могу тебе прямо сейчас принести свою веру вот прихода она уже будет у тебя в столице не хочешь да это кто это кель говорит да тогда боюсь что мне это не подходит слушай грек ты первый по армии дивана си этого немца раз мороза таком мы вообще ты видел что он делал нет не идет блин ты в пилок он моим маури воином надругался я такого никогда вообще не видел просто короче маури воин стоял у него на соли блин жрал и что что такого жрет соли что в общем что делает этот немец подкрадывается к нему сзади я не хочу даже это описывать это ну блин еще знаешь забанят канал в россии за пропаганду зачем это вот это так что прошу тебя как представителя гордого греческого народа нет мы с ним уже помирились но у нас перемирие не знаю надолго ли швеция не забирай лагерь пожалуйста ладно что в союзе не забывай ну да поэтому не нужно забирать у меня союзников зачем ну хорошо я не и это мне уже к сожалению появился пророк как ни странно но я не хочу создавать и и может мне подарить его да и тогда мне передашь точно да ну слушай вроде бы у нас хорошее отношение дружба все такое хочу мне придавать те ну я не знаю не смысла нет я распространю свою религию те как дорога по им жить как все средневековье вылетели в средневековье я вышли на ниче себе охрану так и не сомневаться будет крытая граница сейчас технику для миссионеров посольство для этого не надо надо ну вот рыбу ты никак не обработала их а блин всем забываешь я могу через эти бегать по океанам а а а Грек, а у тебя границы выходят на море, чтобы как-нибудь тебя встретить? Ну, Каринф там что-то рыбы отожрал, поэтому, в принципе. Можешь найти. Ты Алматы находил? Нет. Не, ну я примерно понимаю, где ты. Не, я знаю, где ты. Просто доплыть туда надо. Да, вот интересно, тут... Меня видно от Гонконга, это Алматы. Отдельно от всех. Так, маркет, стена, бараки, амфитеатр. Конюшня не особо нужна. Давайте-ка, пожалуй, метколуков поднастроим. Ну так, пару штучек, на всякий случай. О, дорога проведена. Пойдем около столицы обрабатывать, чтобы производство повыше было. Вот два холма. 300 спартанцев. Это все про меня. Известные греческие герои Фемистокл, Патрокл и Everybody Come On, да? Да. Ну, я три войны пережил, что... Видите, я рано вышел, мне пришлось эстетику брать. Надо, конечно, было в Exploration, ну, а Exploration только когда Средневековье. А у меня до Средневековья три хода было. Ну, патронаж нету смысла брать. Немца, Берлин 15, у меня Афина 4. Берлин 15, нифига себе. Твои старец 4 жителя сейчас, что ли? Да. А что так случилось, друг? Ну, платежники играют через волю, во-вторых, у меня три войны. Я вот только амбард закончил строить в третьем городе. Что-то у тебя, Грек, все армии больше и больше становятся. Ты зря мир заключил с немцем, откровенно. Она просто лечится. Тебе надо было идти... Как это зря? Нагибать. Зачем? Ну, чтоб ты нагнутый такой стоял. Проскоряку. Он меня нечего брать, чем, значит, ванну тут. Там 24 защиты. У меня даже не метка луки, у меня обычные лучники. Сейчас откроешь. Да не, я сразу в универы просил. Может, хоть как-то догнать. Ну, стреляй. Пойду попробую словить ему эту тререму. Многие почему-то думают, что Двагис это просто какая-то карта, которая работает оффлайн. Нет, там множество фильтров. Вот, например, это полезный помощник для тех, кто присматривает новую квартиру. Вы не только можете посмотреть новостройки на карте, но и поставить нужные фильтры. Сроки строительства, стоимость квадратного метра, варианты планировок, материал дома и многие другие параметры. И все это, опять же, оффлайн. Так что заходите на двагис.ру, скачивайте программу под вашу платформу и пробуйте Двагис, если быть точным. Честно, дадут мне построить. этот блин алматы рассоюзилась кто мне теперь будет дарить воинов и коняшек тут конечно надо и никто она мне в нужный момент подарила коняшку и в нужный момент подарила война вообще шик блеск красота вроде приставила дать тьфу-тьфу не ну чуть подлагивает воин правда погиб там на границе вот я сказала сразу хрис как она вот как раз тут же а кто пирамиды кстати построить венеция серьезно венеция да мы посмотрели очень надо и вене она скинулась на это со мной ниндзя готов меня соль на меха да дядя твоего племянника твой брат не факт но это не всегда так попробуем мачу-пикчу вот это плюс один за последователя идет немцы сейчас урвать создать многие стоят у или не гор золотом не идет то есть и об этом чеченицу мне не дали построить филе на 1 год оставался от чеченицу согласен швед блин хотя бы меня три года оставал так что насчет религии но я веду своего пророка так чеченицу мне такое ощущение свой порог посол это паломничество набираться знаний тайных стеки давайте-ка гильдию писателей но у нас это не хочешь мне помочь немного и принять целью говорить стыдно чем помочь город поставить я у тебя его подито худшим его оставил на суше там на проходе ну да слушай шветочная клетка я построю поселенцы и приведу швеция может выдавая что-то что-то что было быстрее давай я объявлю войну ты всадником захватишь пророка или он не знаю давай попробую ну ладно и потом сразу заключишь меня тогда захватывает возле служаки поставлю я не знаю получится или нет ну а никто не знает при захвате пророка насколько ясно он по идее остается тем же пророком причем той же религии у тебя нет религии да у меня нет религии ты хочешь золото пусть будет 500 как ты говорил начальник это говорил продавал там эти города я возьму приняла не это не ягоды всем будем рисковать все равно 502 до венеции не принципиально я и я могу подождать там не за сколько 7 ходов даже наверное 9 принципе не принципиально и давай не будем рисковать возьми этого приведи просто границы и все да я так и сделал на даже ближе стал граница чуть ты что на третий заход собрался ваш не туда чтобы ты не собрался и посмотрел что у меня это и ты своими этими колясками гитарами гитарами только я могу их называть приносили одним ходом нашел шведа сям и ко мне прикол да так что это я тебя нашел привет ребята на эти предложения кинул давай давай реал я тебя поддерживаю я воюю мая сама но хренеть я с немцем воюю на минуточку короче эти немножко денег отсыплю давай я и забыл что с тобой мы и я ничего не забыл реал посмотри вы мне оба сахар предлагаете это не для счастья надо чтобы на волну требовала вино я могу а швец это далеко лёша предложение подожди обижусь и пойду войной ну ты прям это мастер дипломатии да да не совсем конечно мастер до мастер может мастерия ой сиан еще дальше очень жесть так ты чё тут выстраиваешь свой пикинёров хотела бы напасть на палубу уже давно поленесс видит что у меня армии нету совсем кельта зачем ты наращиваешь армию я не наращивал я опал этих пиктов кинёров не нет ему говори также как он тебе мне гэшки подарили да еще немножко грешки там подарили слышишь грека почему то она у тебя вот то что я вижу почему она у тебя вот так вот смысле не просто не хочу рассказывать она просто стоит если хочешь можем оборонку заключить если ты травы желаешь как-то за моих пикинеров да хорошо я скоро как раз и за счет рыцарства да и защищу кидаем но я нельзя заключил с тобой мир не знаю ты там считаете ли что с компьютером взаимодействовал взаимодействовал он рассмотрит ну черт швец швеция кажется не могу подарить пророка но смысле у меня функции подарить как можно вообще передать ну давай я захочу ура ninja connected сейчас по рокам мешаем слышишь кто-нибудь может сбросить и таймеры ниндзя ход не заканчивай только там не то что чуть не забыл сиан да что будем делать-то ну захватывая не могу его подарить очень у меня есть план давай я сейчас достраиваю софию виду порога к тебе этого я ниндзя я не понял ну нафига ты закончил ход на автомате было предупреждаешь человека все равно даже секунд 20 мира не прошло и клики самое дурацкое объяснение лучше тут внизу посмотрю что там такое у вас там происходит у них интересный способ передачи пророка просто ну как бывает так я пожалуй или хранить деньги на об во фрегаты например она строим лодочку и кстати вот внуку хива будет неплохо маячок думаю многие из вас меня спросят почему я там не лечу в универ и тогда не поменялся я просто не хочу нигде вылазить в демографии не хочу отлично значит буду знать такой способ передачи пророка в смысле а чё пророк должен был на рабочего поменяться ну поселенец например меняется слушай венеция давайте без дела поселенцы и просто его подарю чтобы не вести вот тут далеко я тебе сделаю поселенцы давайте сделаю ребенка алименты платить давай ну заговорились так что-то меня беспокоит постройка статуя зевса и кто построил швеция швед фигаси скажет гэшки это сделал кати швед у нас вообще реально на отшибе вообще просто вот он то есть ему и на него если нападать только и систем да это с какими-то приключениями то есть шведу там сиди развивайся не единственное что успокаивать что места у него вроде не фанта 5 на судьбу мира тоже исключительно придется разрушить но важно по побережью поставить эти мауи слушайте а эти мауи они лес не вырубают нет они прямо на лесу становятся кто-то все рыбает походу как-то на три минуты отбегал и журчал да я выяснил что он сербалку которую ты себе сварганил все рыбает и этом да я короче тут практически уже открыл наш континент я вам хочу сказать веселая карта сгенерировалась такая очень необычная да я по крайней мере вижу два внутренних моря здесь у меня так всегда на там где какие-нибудь кривые если мы же серых вы обязательно как мал блин не забыл поставить сейчас а если есть полинезия и вообще не поймешь что на вообще наверно кстати маяк можно и купить генуя объявила войну интересный мюнхен поставлен здесь меня дипломатии пишется что швеция совершила предательство и я жертв ну да мышь типа было заговоры о дружбе был а он тебе войну объявил знаете что куплю я бы не простил куплю на конце я построил чудо которая наша очень долго ждал какое это я знаю смысле это в дипломатии пишет а чё за чудо хоть где-то откуда я знаю может волос там или в магазале и она нам надо плыть обратно примерно представляю где кто блин опять же забыл посадить так швер так ты ведешь пророка доведу кстати венецианец может подтвердить надо убежит а именно гоняга с прородом бегает по пустыне калмам весело ему наверно маяк нужен ли он тут пока наверное а петр построил кто-нибудь нету 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 как-то так грек грек ты должен ее бахнуть кардифи они не в кардифи каринах делаешь ну ходи блин грек он те в чате написал что он нас не слышит подпишите ему посадить от игры грек построим и петру пожалуйста я смогу ли мы чуть пикчу построить в общем сиан твоим пороком ничего нельзя сделать кроме святыня в каком смысле прямом потому что он другой он не такой как мы он иной ты оборонку кидаешь мне все да давай сиамом не оборонку и мне подумаю то есть мне можно начинать армию строить дин ну правильно сиам вышел в рыцарей у него там его эти слоны помочь убегче построили так что мне надо так а что там слоны вообще надо вспомнить это ну так что и деньги есть да сейчас я построю строительство селенцы и приведу тебя да так что ты мне приведешь другого пророка который может распространять сейчас два да как они там называются вон 25 3 хода а у них бонус против так ну мне значит нужны копейщики пикинеры точнее да Продолжение следует... Продолжение следует... Надо бы мне, конечно, тут посмотреть, какие там юниты бродят. Эту внуку хило перекинуть. А, стоп, ты же мне не сможешь передать поселенцев. Тебе нужно город передать. У меня не может быть поселенцев. У нас же это граница, я тебе подарю его. Ты не понял, он у меня не будет? У меня не поставится город поселенцев. Игра по умолчанию убирает у Венеции именно поселенцев. Кстати, помните, что со Швидом дружить не надо? Ну, если у тебя не получится, подаришь мне, и я уже поставлю. Алло, народ, помните, что со Швидом дружить не надо? Ну, Сям дружит. Все, кому не лень, дружить со Шведом. Ну, че там, Сям, где слоны, давай. Нет, пикинеры точат пики. Веди сюда слона с Жору. Получит по бивням. Пока не буду. Хотя глянем, хватит. Тут еще один ход. Нормально. Так, а если я это уберу? Вот, отлично. Мне, во-первых, набивать этих артистов надо, во-вторых, быстрее принять морскую инфраструктуру надо. Чтоб производство было. Так, Сям, не убираешь метка лука этого, объявляю следующим ходом войну. Я считаю, это уже первые авангард нападения, да? Нет, это разведка. Ну, в общем, не убираешь война. Либо кидай тоже это защитный пакт, чтоб я не беспокоился. Ну, хорошо, даже если это война, это не звучит как угроз. Ну, в смысле, чем это может меня напугать? Ну, понятно. Ничем. Вы что, там воевать собрались, что ли? А зачем ты с Сямом защитный пакт заключил? Конечно, он сейчас пойдет своими словами. А так бы мы могли вдвоем его сдерживать. Ну, я, честно говоря, не вижу, что Сямом можно сдерживать своими городами. Так я же просто не успел убрать, зачем, зачем так? Так ты сказал, что тебя это не пугает, типа. И что, если война, то что? Я так понял, что это конкретно уже объявление. Меня это действительно как бы не пугает. Ну, в смысле, что если бы это звучало как угроза. Нет, так я не собираюсь тебя сносить как-то. Мне вообще не нужны твои города. Но давать тебе возможность подходить к моим, тем более, что ты первый по армии, и ты вышел своих слонов, я не собираюсь. Может, он хотел тебе, похоже, принести слонику. Слонятины, да? Когда пойдут эти ужасные шутки про зеленого слоника? Вот тут как раз слоника и прослоника. Это когда я слона подарю кельту, чтобы он, типа, окрасился. Такой. Отличная идея, мне нравится. Отличная идея Отличная идея Да ладно, ну-ка, доста… Вас не смущает, что швед все чудеса строит? Ну кого это не волнует, кроме меня, да? Ну а что там делать? Сеам с ним дружит. На море у него город только один. Так это даже не море, а внутренняя море. Венеция, я могу тебе подарить поселенца? Ну давай пробуем. Давай щас декларацию дружим Цекина. Такое ощущение, как будто чудеса строить – это что-то плохое. Когда один строит, то это плохо. Чего ли тот, у кого бонус по… у кого бонус по появлению великих людей? Венеция, принимай. Ну вот передай, и я сразу приму. Ну какой ты хитрый. Ну проверим тебя на честность. А у меня нету функции, чтобы город ставить поселенцам. Блин, ну значит тогда мне его верни, я поведу его сам ставить. Какой ты поставишь, тогда сделку повершу. Окей. Ну или там заново кинешь. А у кого 37 производства? А, венеция. Все что-то в чудеса пошли. Я походу вообще ни одного чуда не построил. А, ниндзя Нотердам. Забубенил. Ну да, это чтобы не достался, не достался этому шведу. Только поэтому. Да. Вы мне не верите, что ли? Нет, конечно. Я тебе, конечно, верю. Не особо ты не нужен. Блин, этот, Венеция. Там лагерь стоит на том месте. Нет, нет, я его зачистил. Можешь поставить его лучше тогда на море? На море это где? А, ну чуть ниже Слушаки там, где овца стоит и алмаз. Могу прийти, подехать юнитом. Это называется выше, а не ниже. Ну, выше. Ой, выше, ниже, какая разница? Все равно мое. Да. Просто я секунду пять пытался понять, куда он хочет поставить. Там только выше есть овца. Ну понял же, наконец. Да. Так. Хатuito сентября. Да. 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 И. Да. 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 На66 Да. Да. Уга. А, да. ну хрен подстава всем но это слив юнитов будет реально эти предлагаю мир и защитный пакт чтобы дальше грабить венецианские караваны я же с ним мир заключил ну мир миром а караванчики все-таки сладкий пока ты тут при чем я не пойму как бы заключаешь мир с одним и идешь дальше заниматься караванами чувак ты подкрой демографию посмотри кто вообще лидер причем тут я вообще бы я вижу все прекрасно но защитный пакт будет потом да а море ночи не моли ама и их вообще выгодно строить или нет но если они в рядок то выгодно потому что каждый рядом дает еще одну культуру такая куинков только аналог террас типа за каждого города только там горы дают дополнительное тут каждый этот мой рядом дает до интерес что вообще дает ну именно вам варантинный союз данном случае вообще что зачем как бы его принимать ну и что я хочу быть уверен что ты не будешь на меня нападать чтобы не надо было юниты строить через 25 ходов можно и поднастроить так это все не надо пока я не пойму откуда у меня деньги берутся а блин за чудо опять ё-моё так ну два голиаса могу построить в принципе а да что-то у меня с едой но надо в самого будет отправить вот из гоноулу как раз и на еду они на производство пускай сама растет там хороший город много можно всего кто там так вздыхает тяжело ну а теперь можно будет заняться венеции я хочу доминировать на море ну или я буду бояться что венеция будет доминировать понимаете ну вот 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 ну машины ли надо вот хотя бы ради айронворкса у кого это 36 науки у кельта как у него сосед сиан ну так частично венеция еще можно сказать сам был вместо меня лучше бы на кельты нападал так он у тебя напал все-таки не я на ее нашел я на нет и можем мир заключен но он готовился и Продолжение следует... Так, с кем я там еще воюю? Сидон. Блин, с Сидоном, кстати, можно было бы и повоевать дальше. Продолжение следует... Поменял мечника с копейщиком, потому что, если что, против Сиама копейщики. Получше будут. Ну, они и посильнее на данный момент. Да и против Слонов будут бонус хоть какой-то иметь. Можно будет еще использовать в рационализм, чтобы, например, побыстрее выйти. Отличное место. Я так понимаю, никто еще... Так, знаете что? Не буду я тогда пока машины реоткрывать. Давайте сразу в астрономию. Пока еще никто в Ренессанс не вышел. Ну, а теперь кто лагает? Кто теперь лагает? У нас вроде с Этерны как раз нормально все. У меня тоже срочно осталось 67 пинга с тобой у меня сейчас. Да, это я сейчас пост лагает, потому что, не говорю, игры больше четырех человек. У меня начинаются лаги где-нибудь посередине игры. Там много армий, много юнитов. Все ходят. О, у меня Лео Толстой родился. Да, фриз. Так, Билл, у тебя с кем-то повысился пинг или просто ты считаешь? Нет, просто игра так... То есть сейчас рассинхрон, видимо, будет, да? На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.